Здравствуйте! Продолжение следует... ...на перекрестке улиц Измайлова и Кондаурова, которая произошла две недели назад. Как сообщили в городской больнице номер один, состояние пострадавших стабильное. В реанимации в данный момент находится только один человек. Остальные переведены в общую палату травматологии. Напомню, что 11 октября водитель автомобиля «Шевролет», которая оказалась бывшей сотрудницей полиции, находясь в нетрезвом состоянии, допустила столкновение с маршрутным такси «Азов-Ростов». На месте ДТП погиб один человек. Шесть пассажиров были госпитализированы. 25 октября в стране будет отмечаться День работников автомобильного транспорта. В честь праздника сегодня в Азовской воспитательной колонии прошел конкурс названия лучшего водителя областной уголовно-исполнительной системы. Конкурс проводился в целях совершенствования профессионального мастерства. Участники соревновались в важнейших для водителей категориях – знании правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта, а также в мастерстве вождения. Все приезжают и на общих основаниях задают билеты, проверяется их незнание. Дает им возможность вспомнить все, что проходили раньше. В билетах содержались вопросы, на которые участникам уже приходилось отвечать в ДОСААФ при получении водительских прав. Результаты будут подведены после проведения всех этапов конкурса, и победители полученным результатом будут награждены грамотой, подписанной руководством. Я жду сегодня настроен на победу, так как до этого уже участвовал и не занял первое место, но на этот раз хотелось бы занять первое место, доказать в Ростовской области, что в Азове есть лучшие водители. Ты уверен? Ну, я уверен в своих силах. Абсолютная уверенность азовского водителя в своей победе оказалась не напрасной. По результатам конкурса именно он занял первое место. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. В школе номер 13 прошла акция раздельного сбора мусора. Организаторы – представители молодежного движения «ЭКО». Школа номер 13 сегодня стала базой для реализации нового городского проекта молодежного движения «ЭКО». Сдать на утилизацию батарейки, лазерные диски, макулатуру – задача, с которой сегодня справились на отлично все учащиеся. Это уже вторая акция раздельного сбора мусора за неделю. Старт был дан в школе номер 9. Девятая школа собрала 1400 килограмм макулатуры. Можно сказать, что они общими усилиями спасли 14 деревьев. И около 55 килограмм батареек, которые будут отправлены в Челябинск на переработку. В девятой школе победил пятый класс. Мы наградили их пирожными. Дети были довольны. Они собрали около 400 килограмм макулатуры. То есть спасли 4 дерева классом. Ученики 13-й школы не только поддержали акцию, но и организовали танцевальный флешмоб. Это хорошая идея. И за многие годы мы впервые совместно с ЭКО организовали такую акцию. Дети откликнулись на данный призыв. Приняли участие все классы. Начиная с 1-го и до 11-го класса. На сегодняшний момент сейчас лидирует первый класс, который собрал 350 дисков. Новички, но тем не менее молодцы. Мы надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет таким плодотворным. Ну а ребята откликнутся на идею, конечно же, и раздельного сбора мусора, и сохранения нашей природы. Потому что то, что они делают, носит хоть маленький, но вклад в сохранение нашей экологии. Сегодня наш класс принял активное участие по сборам. И мы отдали дискуссию. Мы стремимся к победе. В каждом классе прошли тематические лекции. Это акция, чтобы не загрязнять природу, утилизировать, делать из старых вещей новые вещи. Нам эти акции очень нравятся. И тем, что всем классом мы сможем ходить, выбрасывать бумагу, помогать, поучаствовать в этом конкурсе, в утилизации, в акции этой, помогать природе. Представители движения «ЭКО» проведут акцию раздельного сбора мусора во всех школах Азова и Азовского района. В следующем году организаторы подведут итоги и наградят лучших участников добровольного сбора макулатуры. Иван Моголубева, Игорь Скубнов, Азов. Лучшими участниками акции в школе номер 13 стали воспитанники 5-го А, которые сдали почти 100 килограммов макулатуры и 1-го Г-класса. Малыши передали на утилизацию 350 штук батареек. Всего в школе было собрано 503 килограмма макулатуры, 8,5 килограммов батареек и 830 штук дисков. Учащиеся школу номер 9 одержали победу на Международном фестивале кинофильмов. Воспитанники телестудии, созданной на базе учебного заведения, представили на суд жюри историю об освобождении Азова от немецко-фашистских захватчиков. Школьное телевидение не ограничивается освещением школьных событий и участников школьного педагогического процесса. В наших репортажах и важные события в жизни города и микрорайона школы. В школе номер 9 на протяжении 5 лет существует телевидение, в котором школьники с удовольствием принимают активное участие в создании новостейных выпусков. Отрадно заметить, что совсем недавно ребята отправили одну из своих работ в Москву на 17-й международный фестиваль «Детство без границ». И в номинации «С гордостью за прошлое», «С заботой о настоящем и будущем» заняли первое место. В заключение выпуска Яна Серегина и ее стихи о героях войны. Эти в ней не смогнет слава, не повернуть никогда. Время страшное бывало, ведь в стране была война. Изначально мы просто пробовали свои силы и дальше заметили педагоги, что у нас это получается. В феврале мы делали выпуск, посвященный освобождению города Азова. Мы навещали ветеранов и для школы мы сделали выпуск, чтобы показать его классам. Также мы ездили в Москву и встречались с Владимиром Абрамовичем Этушем. Это было для школьного телевидения, я также повторюсь. И это было включено в ролик тоже. И мы его отправили на конкурс и заняли там первое место. Мы очень удивились, не ожидали и были очень рады. Школьное телевидение – это как глашатый, глашатый всех наших дел. Школьное телевидение является как источник, наверное, патриотизма нашей школы, как распространитель, что ли, патриотизма. Ведь когда школьное телевидение создаёт новости обо всех наших делах, его смотрят и обучающиеся, и педагоги, и родители. Они знают, что делается, где мы побеждаем. И я думаю, у всех учеников есть такая мотивация тоже побеждать, тоже гордиться, тоже вносить свой вклад в победу нашей школы. Школьное телевидение – это неотъемлемая часть творческого процесса, в котором дети раскрывают свою душу и пытаются учиться не только выражать свои мысли, но и сближать одноклассников, живущих единой школьной жизнью. Ивана Голубева, Александр Истомин, Азов.Инфо. В 2017 году исполнится 100 лет со дня открытия городского парка культуры и отдыха. Вопрос подготовки к празднованию этой знаменательной даты обсуждался на заседании Общественного совета нашего города. Председатель этой организации Анатолий Иванов предложил организовать социологический опрос азовчан и узнать их оценку состояния городского парка. Предполагается, что проводить данное мероприятие будут независимые эксперты. Соответствующее письмо о разработке соцопроса совет намерен направить в городскую администрацию. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды, спонсор прогноза – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. А завершит час эфира пятого телеканала программы Азовского арт-медиа-центра «Лоскутки» и «Бум». А я прощаюсь с вами и желаю вам отличных выходных. Медиахолдингу «Пульс» 25 лет. Историю страны в миниатюре хранят эти стены. Сегодня в нашей программе... Началось все задолго до этого в Азове. Давайте об этом не забывать. Смотрите нас каждый четверг в 18.30. Нам есть что сказать. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства. Все для детей и беременных. Мы заботимся о вашем здоровье. Азов, привокзальная 23, телефон 46-0-46, Московская 76, телефон 4-24-73. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин